здравствуйте друзья пройдя в прошлом видео храм дракона мы по сути вышли на финишную прямую в сюжете основной игры а что это значит правильно это значит что пора отойти немного в сторону и пощупать дополнение с какого начать я даже не задумывался так как драконе тема была поднята и отходить от нее сейчас смысла нет в общем мы с чистой совестью и грязными помыслами отправляемся за короной утонувшего короля чтобы попасть в это дополнение нам понадобится ключевой предмет коготь дракона и алтарь за ареной босса в черной расселине коготь если кто запамятовал находится за каменной дверью в яме маджулы так что если у вас при себе этого предмета нет то вам туда и так если все условия соблюдены то при активации алтаря нашего героя перенесет в хрен знает куда в этом хрен знает где мы обнаружим себя в просторном круглом зале и наше сомнение развеет сообщение под лестницей да похоже нас действительно закинула туда куда мы и подумали ну ладно все это мелочи покидая зал который вероятно когда-то служил для ритуальных целей или может быть местом для собраний я воспользуюсь трудами сообщества и немного погружусь в историю по легенде жил да был один король и довелось этому королю обнаружить в глубокой пещере спящего дракона не знаю из каких соображений но король не только не захотел дракона убить но даже приказал основать в пещере город и организовал что-то вроде культа со временем жители города стали поклоняться спящему дракону и посвящать своей жизни служению жрицы пели сину так назвали дракона колыбельные а войны стремились стать его защитниками все шло хорошо пока про спящего дракона не узнал орден рыцарей крови дракона эти фанатики верили что кровь древнего существа позволит им познать саму суть жизни и не придумали ничего лучше чем организовать атаку на город в результате защитники пали а предводитель нападавших смог пронзить спящего сина копьем собственно на этом история заканчивается но заканчивается не так как ожидали рыцари потому что вместо получения великого знания все они получили мучительную смерть вышло так что при пробуждении дракон выдохнул огромное количество яда которая вероятно скопилась в нем за тысячи лет сна изгубило это не только рыцарей но также досталось всем жителям города да и сам город пропитался ядом в общем все присутствовавшие раз и навсегда уяснили что игры с драконами ничем хорошим не заканчиваются а мы тем временем возвращаемся к прохождению пройдя по длинной пещере мы выходим к огромному гроту и можем наблюдать внизу тот самый город что в свое время получил название шульва здесь же наш слух может уловить странный звук источником которого оказывается дракон тварь разлеглась над единственной тропой городу и наше приближение очевидно не осталось незамеченным дракон с ревом пробудился но не стал нас атаковать а устремился куда-то вдаль думаю увидев что тело встреченного нами дракона было пронзено копьем все догадались что этим драконом был тот самый син из легенд но сейчас это не то чтобы важно так что просто отметив эту деталь мы продолжаем путь так мы попадаем к площадке с костром у которого присаживаемся погреться и переварить увиденное после отдыха мы понимаем что можем пойти в двух направлениях спуститься по лестнице или продолжить путь по тропе вдоль стены наш выбор пал на лестницу и у этого есть две причины первое это тело с лутом которые можно было заметить сверху а вторая заключается в том что эта дорога приведет нас в тупик вероятно что в будущем тут будет функционировать лифт но сейчас это не так а значит нам ничего не остается кроме как вернуться к костру теперь двигаясь от него по тропе мы замечаем на камнях возле здания что-то и проверяем это выстрелом из арбалета как выясняется у стены лежал полый солдат светилища который получив урон тут же пришел в движение эти ребята если что не очень быстры но любят атаковать с разбега наносят много урона и практически не восприимчивы к ошеломлению в общем противник довольно вредный поэтому с ним лучше не сражаться в ближнем бою и тем более в ограниченном пространстве учитывая сказанное мы аккуратно продвигаемся вперед и замечаем группу врагов впереди среди них есть пара обычных солдат и один лучник лучники тоже наносят много урона а еще весьма глазасты в связи с озвученной информацией мы понимаем что расправиться с врагами своими силами будет непросто и решаем воспользоваться особенностями местности дело в том что кроме врагов впереди мы можем заметить светящийся каменный обелиск если по этому столбику выстрелить то он начнет двигаться а вслед за этим из-под земли поднимется башня причем поднимется она рядом с врагами и в процессе нанесет им ощутимое количество урона мы же этим естественно воспользуемся и добьем солдат стреляя из арбалета теперь пройдя чуть дальше мы можем заметить еще одну группу врагов и еще один обелиск как можно догадаться выстрел светящийся столбик поднимет из-под земли еще одну башню и она тоже нанесет повреждение части врагов это для нас то что нужно так что пользуемся моментом правда в этот раз башня принесет с собой еще одного солдата так что ее желательно сразу отправить обратно и так добивая оставшихся врагов мы пользуемся арбалетом и различными укрытиями после чего идем проверять что охраняли солдаты поступив так мы не находим ничего особенного всего лишь каких-то 5 самоцветов жизни на теле и все по крайней мере так можно подумать но подняв взгляд мы также замечаем лут сверху на башне как забрать его долго думать не приходится поэтому снова бьем по обелиску рядом и спрыгиваем на крышу поднимающегося строения таким образом мы получаем возможность спуститься на башню с телом и получить в свое распоряжение кольцо с защитой тьмы плюс 3 находка это точно лишней не будет поэтому с чувством удовлетворения прячем ее в инвентарь теперь убедившись что вместе с башней не поднялся воин мы спрыгиваем вниз приводим строение в исходное положение но так сказать на всякий пожарный после чего думаем куда двигаться дальше сейчас есть варианты с покатушками на своеобразных лифтах но мы пойдем другим путем для этого нам нужно выстрелить в обелиск за обрывом что в свою очередь позволит организовать новую крайне полезную поверхность сейчас если вы маг или лучник кто имеет смысл пострелять в солдата в здание а если не особо то спрыгнуть вниз и пойти на него в атаку избавившись от полого солдата мы поднимаемся по лестнице что приводит нас на крышу здесь есть тело с лутом а также жук на стене который издает довольно резкий шелестящий звук жук естественно в какой-то момент решит нас атаковать поэтому провоцируем его немного прогулявшись по крыше после чего избавляемся от насекомого теперь тут вполне безопасно и можно проверить что лежит на теле а лежит тут кольцо ядовитого укуса плюс один учитывая особенность местности и ее врагов колечко нам вполне может пригодиться но конкретно сейчас в нем смысла нет так что двигаемся дальше с этой крыши есть возможность вернуться при необходимости к костру или спуститься обратно по лестнице и пройти к соседнему зданию у нас необходимости в отдыхе пока нет поэтому мы идем по второму варианту поступив так мы замечаем солдата гуляющего чуть дальше а также какие-то красные кладки яиц в помещении через которое нам необходимо пройти кроме этого мы слышим знакомый шелест а значит и жуки тут тоже имеются учитывая все это давайте пока не будем заходить а вместо этого постреляем в кладки и заметим что при разрушении они разбрызгивают вокруг себя знакомого цвета жидкость то есть это своего рода аналоги кувшинов из помойки при разбитии которых наша экипировка достаточно быстро ломалась понятно значит будем избегать сражений внутри этого помещения а сейчас давайте глянем где сидят жуки ну или не глянем так как нам приперся боец которого мы видели ранее чего приехал чего принес жуть как неинтересно поэтому сразу бьем его и возвращаемся к нашим делам и так жуки движуха потревожила одного из них и он тоже решил покончить жизнь убившись об нас если что он висел где-то тут на потолке и если что у него есть друг который тоже висит на потолке но справа в углу избавившись от жуков мы замечаем два выхода из здания а также тело с лутом проверить что же тут лежит хочется но спешить с этим не стоит дело в том что за выходом стоит лучник и он нас обязательно заметит поэтому прежде чем приступать к мародерству нужно позаботиться об этом негодяя причем позаботиться не только о нем но я его товарища что не умело прячется за углом справа ну ладно ждем маленько сейчас он прибежит так вы правильно во всем виноваты яйца вот теперь можно спокойно забрать с тела три порции бальзама после чего покинуть помещение так мы оказываемся на перекрестке который кстати тоже простреливался лучником сзади и лучниками сверху но сейчас тут безопасно поэтому можно не спеша осмотреться в результате осмотра мы замечаем обелиск полого солдата святилища изображающего веник и тело с лутом естественно сейчас нужно избавиться от угрозы со стороны защитника затем проверить что лежит на теле после чего активировать обелиск с целью забрать лут который можно заметить посмотрев вниз проделав все эти шаги мы сначала получаем камень яда а затем длинный лук плюс семь все эти вещи для нас бесполезные поэтому не теряя времени спускаемся к перекрестку и проходим в ту сторону где стоял лучник это действие провоцирует солдата с молотом и от него нам естественно нужно избавиться закончив с этим важным делом мы принимаемся активировать обелиски рядом с лестницей это приводит к тому что из стены выдвигается два участка создавая проход к третьему столбику правда зачем к нему идти непонятно так как выстрелить в него мы можем прямо отсюда впрочем наверху мог остаться лут случника да и наверняка найдутся принципиальные люди отказавшиеся от дальнего боя но ладно последний обелиск выдвинул большую платформу с помощью которой можно попасть в помещение дальше но мы к этому еще вернемся а сейчас давайте заберем лут с тела под лестницей потом убедимся что мы ничего не упустили в здании слева и абсолютно неожиданно снова пройдем через здание с яйцами насекомых делаем это потому что там остался мало заметный проход который может привести нас к трем порциям старого растительного бальзама забирая лекарства мы также можем услышать знакомый звук плюющейся статуи обернувшись обратно на лестницу заметить что этих статуй там целая кучка но вопрос с ними мы будем решать позже а сейчас ломаем кувшины и двигаемся к очередному зданию оккупированному насекомыми тут нас поджидают жуки которые в основном висят на потолке так что достаем арбалет внимательно осматриваем помещение и отстреливая насекомых продвигаемся на второй этаж отсюда мы можем вернуться обратно но перед этим стоит выйти на мини балкон и забрать с него предмет правда процесс этот могут усложнить лучники снаружи так что перед этим стоит испортить им обзор выстрелив в белиск напротив вот теперь можно забирать грипп элизабет и возвращаться к лестнице пришло время разобраться со статуями раньше мы решали вопрос просто ломая их но тут дело обстоит немного иначе в этот раз статуи оказываются полностью невосприимчивы к урону в отличие от некоего подобия черепахи на спине которой они располагаются то есть да чтобы избавиться от статуй нам нужно избавиться от их носителя с помощью арбалета это сделать довольно просто а вот в ближнем бою наверняка пришлось бы повозиться избавившись от угрозы мы проходим дальше и забираем стил рядом ценности тут лежат два десятка метательных ножей несколько красных растрескавшихся очков а если заглянуть за угол то там в тупике еще найдется враг обязательно бить его сейчас или нет непонятно но полагаю он рано или поздно решил бы нас атаковать так что думаю лишним это не будет больше тут ничего нет так что возвращаемся на лестницу и спускаемся к дороге с этого места можно уйти на первый этаж здания слева если пройти немного вперед то найдется лестница на второй этаж того же здания а можно пойти прямо что приведет нас пусть и немного запутанным путем но костру в общем оставляем пока здание слева без внимания и двигаемся по дороге хотя двигаемся это наверное громко сказано громко потому что двигаться вперед тут будет весьма непросто этому делу будут мешать лучники коих тут имеется три штуки и лежащие на земле солдаты об которых легко запнуться если не знать но даже если знать то все равно первым делом нужно перекрыть обзор лучником для одного справа мы это уже сделали а вот два других пока еще смотрят прямо на нас чтобы это исправить нам нужно выстрелить в обелиск прямо под врагами это поднимет очередную башню и позволит нам вступить в бой с первым лучником не опасаясь получить стрелу с другого направления и так для борьбы со стрелком мы выбираем место за камнем что позволяет нам абсолютно безопасно расправиться с врагом продвигаясь дальше нужно внимательно смотреть под ноги так как там развалился защитник светилища его нам естественно тоже нужно убить после чего аккуратно выглянув за угол вступить в бой с очередным лучником тут нам тоже любезно поставили сломанную колонну так что перестрелка снова проходит в одни ворота закончив с этим лучником мы находим лежащего дальше воина и приглашаем его подойти поближе так стоит сделать дабы он позже не мешал устранению последнего стрелка одолев этого полого можно собрать лут вокруг после чего нужно продвинуться вперед и занять позицию за обломком стены так мы снова не опасаясь вражеских стрел сможем избавиться от угрозы теперь можно спокойно осмотреться забрать с тела рядом титанит после чего заметить внутри постройки уже знакомого нам врага как его бить мы знаем поэтому достаем арбалет и делаем все как в прошлый раз так мы зачищаем здание в котором оказывается лестница наверх и все заходить туда сейчас смысла нет поэтому крутим камерой и смотрим что тут есть интересного а из интересного нам на глаза попадается кучка статуй с красными глазами за которыми вроде что то есть но сломать их отсюда у нас не выйдет по крайней мере без чего-то убойного вроде сильного заклинания или огромного лука так что пока оставляем их в покое после чего обходим здание сделав так мы обнаруживаем обелиск удар по которому поднимает очередную башню это строение поможет нам добраться до костра а еще на нем лежат два тела с полезностями так что можно сказать что мы сделали большое дело хотя он по-настоящему большим делом будет забрать эти предметы но сейчас давайте вернемся к красноглазым статуям поподробнее осмотрев местность мы кроме статуи замечаем на другой стороне вход в пещеру а еще внизу обнаруживается крыша башни на нее вроде как можно спрыгнуть так что набираемся смелости и шагаем за край так потеряв приличную часть здоровья мы оказываемся внизу и с этой позиции нам открывается вид на обелиск все это время стоявший за статуями выстрел в него ожидаемо поднимает нас наверх но останавливаемся мы не на уровне пещеры а значительно выше то есть сходить на землю нужно было чуть раньше а теперь дабы не терять еще больше здоровья придется воспользоваться вот этим столбиком ладно план сработал теперь можно забрать с тела несколько факелов после чего проследовать в пещеру внутри нее у нас поджидает несколько черепах со статуями поэтому отстреливаем их и в какой-то момент выходим комнате со странным деревом и парочка тел с лутом так называемое языческое дерево пусть и проявляет некие признаки жизни вращая своими глазами но каких-то признаков агрессии с его стороны мы не замечаем спрашивается на кой оно тут нужно ответ на этот вопрос мы найдем навряд ли а вот применение у этого дерева есть аж две штуки во первых если по нему ударить любым кнутом то она распространит вокруг себя ауру способную починить нашу экипировку во вторых если умудриться ударить его в глаз что само по себе может оказаться непростой задачей то дерево если так можно выразиться умрет оставив после себя три сушеных корня в общем странная хреновина но да бог с ней давайте смотреть что лежит на телах а лежит тут шипастый кнут плюс семь и заклинание шаги перемирия в этом конце вроде как все так что топаем обратно теперь мы могли бы заняться предметами на башне но с учетом что это дело весьма рискованное перед этим есть смысл добраться до костра для этого нам нужно установить все башни в верхнее положение после чего вернуться к зданию на холме и подняться по лестнице отсюда прыгая по крыше мы можем добраться до комнаты где нас дожидается костер отдыхать мы у него естественно не станем так как бить всех врагов по новой не хочется но отметив точку возрождения мы сможем действовать немного увереннее и первое что мы уверенно сделаем это кратчайшим путем вернемся на дорогу да это больно но зато быстро теперь нам нужно забрать предметы и для этого мы опускаем первую и третью башни считая слева направо после этого оседла в третью мы отправляем ее наверх выбираем момент и сходим к одному из тел с лутом так мы получаем свое распоряжение кольцо защиты от молнии плюс 3 после чего спрыгиваем на первую башню теперь настал самый непростой момент казалось бы делов то перепрыгнуть забрать и перепрыгнуть обратно но вот перстут порой ведет себя как-то неадекватно и прыжок у него получается какой-то корявый в общем даже все сделав правильно тут не мудрено оказаться в пропасти но в нашем случае вроде все норм так что можно выдохнуть и идти дальше а дальше мы можем пойти только в одном направлении которое приведет нас к спине бойца с булавой казалось бы легкая победа но порадоваться ей мы не успеваем так как из помещения впереди появляется еще один боец а сразу после этого так сказать до кучи в наш мир вторгается фарлорн делает он это на другом конце узкого моста а значит нужно срочно искать более подходящее место для сражения мы выбрали площадку по которой прошли ранее хотя риск свалиться в пропасть тут все же сохраняется возможно с ним было бы лучше уйти внутри башни но с учетом нашего билда мы можем с ним особо не церемониться так что и тут справимся после победы над вторженцем есть смысл проверить что имеется внутри соседней башни беглый осмотр первого этажа выявил подозрительное отверстие в потолке и все по пути на второй этаж было обнаружено тело с упаковкой магических болтов и проход за которым тоже оказался лут кроме этого по пути можно было услышать какое-то шевеление внутри но его мы пока решили оставить без внимания и так на теле с лутом оказалась булава святилища из описания этого большого молота становится известно что булава настолько пропитана ядом что способна убить своего владельца отравленным защитником святилища на это уже как бы наплевать а вот для всех остальных это реальная угроза и казалось бы описание описанием но в этот раз она полностью соответствует заложенной в этот предмет механики булава святилища действительно является одним из самых ядовитых орудий в игре однако при ударе она отравляет не только врага но и того кто держит булаву в руках казалось бы нафиг такое оружие и я это мнение поддерживаю однако этот ядовитый молот все-таки нашел свое применение в некоторых пвп билдах впрочем нам он точно не интересен так что потопали дальше проверяя кто шуршал в башне мы находим очередного защитника а устранив его обнаруживаем дыру в полу и выход на балкон где лежит тело с лутом больше тут ничего нет хотя сам балкончик довольно примечательный так как он может стать ступенькой в случае когда нужно быстро спуститься двигаясь от костра ладно тут нас больше ничего не интересует так что пора спрыгивать в дыру терять при этом здоровье после чего двигаться над пропастью по узкому мосту так мы попадаем к большому зданию внутри которого имеется шахта на данный момент неактивного лифта и тело на котором лежит десяток ржавых монет собственно сейчас это тупик поэтому нам ничего не остается кроме как вернуться наружу и попробовать обойти здание поступив так в какой-то момент мы слышим странный шум и через пару мгновений на мост впереди обрушивается несколько огненных шаров еще через пару мгновений появляется син зависает над мостом но довольно быстро потеряв интерес снова скрывается вдали вот так эффектно дракон почистил нам путь от парочки солдат правда сделал он это в первый и последний раз впрочем по мосту мы идти не спешим и дело не в том что он покрыт огнем а в том что если сломать горшки и пройти дальше то мы получим возможность присвоить заклинание сфокусированные души вот теперь можно развернуться и отправляться к соседнему зданию пройдя этим путем мы оказываемся в помещении с запертой дверью из-за которой доносится пение а игра нас предупреждает о том что мы вошли на территорию локации под названием святилища дракона прохождение этого места будет в следующем видео а сейчас пришло время прощаться а а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok